У нас начинается подготовка к уроку, выясняем вопросы, чего не хватает у нас сейчас, чтобы раскрылся Творец, какого вида объединения не хватает между нами, какие действия, какие движения, давайте потребуем и выясним, чего не хватает между нами сейчас, чтобы Творец раскрылся. Какого типа объединения не хватает между нами, каких действий, каких движений, давайте потребуем и выясним. Если кто-то из товарищей хочет добавить к выяснению вопросов, есть микрофон, который передается по залу, можно поднять руку и вам дадут микрофон. Еще раз, чего не хватает между нами сейчас, чтобы раскрылся Творец. Какого типа объединения не хватает нам, какие действия, какие движения, давайте потребуем и выясним. Если кто-то хочет добавить к выяснению вопросов, пожалуйста. Спасибо. 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 Друзья, когда мы шли в пустыне, у меня мелькнула мысль в голове. Я ухватился за нее, и когда мы стояли кругами, я понял, что мы создаем связь между нами, через которую можно получить ответ. И то, что я понял наиболее сильно, это вопрос, можем ли мы вообще что-то просить для себя. Я чувствую, что требования для самих себя уже находятся позади нас. Можем ли мы вообще что-то требовать для себя? Это очень хороший вопрос, потому что мы говорим, что первый уровень, на который мы входим, это уровень ибур зарождения, когда от меня ничего нет. А после того, как ничего нет, я вхожу в ибур. Поэтому разного рода вопросы, которые у нас сейчас пробуждаются, как раз ведут нас к этой точке, к ибуру. Никогда у нас не будет, когда у нас не было такого конгресса, когда все собрались бы в одной мысли. Каждый бы работал против своих внутренних помех для того, чтобы отменить себя, чтобы быть в той же мысли. Есть очень большой прессинг изнутри, есть прессинг от наших товарищей, которые находятся повсюду в мире, от женской группы. Действительно, мы впервые чувствуем себя в одном единстве, которое работает именно над объединением, над единством. Это уже исходит из сердца, а не просто внешние слова. Надо продолжать. Точка отмены. Это первая точка ибура. Начало духовной ступени. Тяжелая точка. Снаружи этого не видно. Но это принижение себя, это обязательная вещь. Относительно чего мы должны отменить себя? Почитай. Да, только есть просьба женщин, которую мы сейчас получили. Они пишут нам так. Мы требуем серьезное отношение к цели. Чтобы не мелькало ни одно слово, которое не связано с постижением цели. Мы все за вами, и мы все вместе. Первый отрывок, он из трудов Рапарша, первый том, о правиле возлюбия ближнего своего, как самого себя. Сама отмена. Существуют и дополнительные советы, чтобы человек мог увеличить свои силы для выполнения правила возлюбия ближнего. Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм, и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу. Причем, эта большая сила будет у каждого из членов группы. А когда у каждого есть эта сила, то он сможет проявить свою любовь к ближнему. А после этого человек сможет достичь любви к Творцу. Но все это при обязательном условии. Каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если же он отделен от товарища, то он не сможет получить от него его ростки любви к ближнему. Каждый должен сказать себе, что он ноль по отношению к товарищу. Об этом мы учили много раз. Что называется Ибур с рождения. Группа эта называется Рехем Матка. Для того, чтобы включиться в группу, нужно отменить себя. Принижение – это первый этап. А потом, то, что человек будет строить, это эгоизм, который усиливается и отталкивает его от матки Рехема. И он еще больше включается. И то, что он преодолевает, чтобы обратно присоединиться к группе, к Рехему, это уже входит в его плоть. И так он растет. После этого его эгоизм снова хочет отделить его от Рехема, от группы. И он силой включается все-таки в группу, отменяя себя. И тогда этот эгоизм, который отталкивал его наружу, входит вовнутрь и снова растет. И так растет духовный плод. Эго, которое отталкивает его наружу, входит вовнутрь и становится авьютым под экраном. И так мы растем. Сейчас мы находимся на первом уровне. Мы должны закончить этот эмбур. Величие группы, величие Творца. Отмена относительно этого. Каждого. Несмотря на отчаяние, несмотря на помехи. Потому что помехи и отчаяния, это как раз идет для того, чтобы мы над ними смогли прилепиться к... Склеиться, соединиться вместе, это называется в группе, вместе к той же цели, к Творцу, внутри группы. Пока мы не завершим эту первую структуру. Хотя это капля, но в этой капле есть серьезный процесс. Потом они только развиваются, но в ней, в этой капле, есть уже вся духовная реальность. Поэтому не в один момент, как написано там, человек приходит к этому высокому возвышенному зевугу, а производит возбуждение. Давайте почитаем это. И так всякий раз входит силы в объединение, пока он не приходит к этому. Ты найдешь или я? Нет. Это из девятнадцатого письма Баль-Сулама. После развеяния Келима отключили все буквы управления творениями. И чтобы человек исправился и пришел к своему корню, чтобы человек восполнился и пришел к своему корню, он сам должен собрать их одно за другим и привести их к их корню в святости. Эти буквы, которые мы ощущаем каждую расу, каждый из нас и все вместе, это помехи для того, чтобы мы смогли прилепить их к корню. Они специально выходят из этого строения, так раскрывается разбиение. И об этом сказано, что он переносит себя и весь мир на чашу заслуг. То есть все, что происходит сейчас с человеком, это происходит только лишь для того, чтобы он закончил соединение, слияние. И понятие объединения Творца и Шхины, которое человек вызывает в завершении своей меры. Когда человек стремится соединиться с группой и хочет раскрыть в ней Творца, группа называется Шхина, а Творец называется Пресвятой Благословенный. То есть он благословляет это свойство, поэтому называется Пресвятой Благословенный. Если он так относится к отдаче, то для него это святое. Всеми усилиями он хочет включиться в группу, чтобы там раскрыть Творца. Да? И это подобно зевугу у нижних, совокуплению у нижних, которые порождают новые тела. И это истекает с предыдущей причины, то есть из украшения, что означает известная мера покрытия и стремления, которые называются трудностью на материальном языке. И тогда всеми его будет благословенно и совпадают все категории душа, мир, как сказано, в то время, в том месте и в той женщине. чтобы мы точно раскрыли, где и в каком виде должно быть раскрытие. С помощью чего? Именно с помощью помех с разных направлений, в разных видах он начинает раскрывать точку связи, точку зевуга. он в группе и все они вместе должны раскрыться втроем. Поскольку нижняя гей включает в себя душу, вод и мир. Душа это мера покрытия и стремления. Насколько, несмотря на помехи, он тоскует, то есть стремится прийти к объединению. А год это время беременности, поскольку у полного совокупления есть полная сила вернуть древнюю корону. Нужно считать и помехи, и их преодоление. Они должны прийти к полной мере, когда две противоположные силы приводят к объединению к единству. Однако не за один раз человек будет готовым к этому великому и возвышенному Зевугу, который называется полным совокуплением. Почему мы стремимся прийти? Но, сказано, добро и милость преследовали меня всю жизнь. Человек должен верить, что только добро и милосердие, высшее милосердие, то, что ведет его вперед. Несмотря на то, что он раскрывает много отчаяния, помехи, путаницу, усталость, это все наступает, ничего нет в реальности, кроме как исходящее из той же силы Творца, который направляет нас как в сточности прийти к объединению и дает помехи в пути, как мы учим детей, которым мы делаем разные помехи, чтобы они учились, преодолевая их, научались. И поэтому происходит начало совокупления, как сказано, праведник, и горько ему, плохо ему, поскольку Творец не хочет слияния с ним. И якобы не желает. Это как бы флирт, игра, когда он отталкивает его, чтобы человек развил достаточное желание. Если отталкивает, то человек согласен с этим отталкиванием и уходит. и уходит. Если, несмотря на это, он видит, что делать нечего, у него нет в жизни больше ничего, и это он выясняет с помощью этих отторжений, отчаивается, возвращается, отчаивается, возвращается, устает, возвращается. И тогда, в последний момент, когда он видит, что шансов нет, в последний момент, с последними силами, когда человек знает, что это последние силы, это он не знает. Но тогда это раскрывается. Согласно системе святов и килим, если он уже пришел, уже воспользовался всеми уровнями авиюта, которые он должен был преодолеть, тогда раскрывается. И поэтому он не ошибается в своих стремлениях и беспокойстве насчет того, что это идет от любви. Он не чувствует, что это исходит из любви Творца к нему, потому что Творец отталкивает его. Ему кажется, что Творец как бы пренебрегает им. не желает, не желает, но так и я уйду. Такие мысли Творец вносит человеку. И выходит, и получается в нем свойство называемое волосом. То есть насколько он получает более вкус отторжения, отчаяния в этом. Потом все эти ощущения они превращаются в сладкое единство. Однако то, что не делает разум, делает время. Это очень большое правило. Монетка к монетке скапливается в большой счет. Разум тут не может помочь, ни философствования, ни премудрости, ничего. А только лишь большое отчаяние и все-таки постоянство. Все-таки не оставаться вне этого процесса. Снова и снова входить в него. Поскольку Творец собирает все эти заботы и сводит в единое целое. И в назначенное время все это разрешается. Все отчаяния, все отторжения, мысли в каждый момент, когда они проходят в человеке, как он старается преодолеть их, согласно этому он продвигается. И здесь проблема. Насколько мы осознаем, насколько мы чувствительны в каждую секунду, когда возникает отключение от намерения от точки единства, и мы снова к ней приходим. Входы и выходы они ведут нас к концу, к кончанию подготовки и раскрытию Творца. И об этом сказано, что он будет и пробуждает. То есть не за один раз происходит полный зевук, но происходит это постепенно. начало наступения Нефиш и наступения Афаним, когда он следует за Святой Шхеной. То есть мы все время стараемся без перерыва, насколько возможно, каждую секунду, каждый все вместе, помогая друг другу в общем поручительстве между нами, чтобы никто не убежал больше, чем на секунду. Ощущение отрыва он сразу смог повернуться, чтобы была такая атмосфера в группе, чтобы эта атмосфера оберегала всех. И тогда достаточно этих преодолений мы сделаем это закончится раскрытием. Пока он не находится в этом полюсе весь день и всю ночь и не отклоняется. И пока не восполнится его душа на уровне нефиш, он идет и приближается и умножается его забота и его боль, поскольку сильная страсть, которая не восполняется, оставляет после себя большую боль в мере своего стремления. Насколько больше мы продвигаемся и вкладываем, отторжения становятся более тонкими, более детальными в разных маленьких видах, частных, но они как раз дают человеку все больше и больше хиссарон, больше устремления, больше отчаяния, потому что сколько я вложил, сколько я сделал, и против этого наступает еще больше отчаяния. человек не может ответить на это рационально, на основе разума, чувство говорит ему «нет у тебя нет шансов, это невозможная вещь». Это действительно так, не в силах человека. И все-таки с помощью чего? Творец не слышит, группы я все время отключаюсь, от нее, и у меня у самого нет никаких сил со всех сторон, у меня есть проблемы. Что же делать? То, что не делает разум, делает время. То есть все время, все время продолжать. Больше ничего нет. Творец делает нам большую услугу, что он раскрывает нам пустой мир. Если мир сейчас был наполнен возможностями, разными наполнениями, каждый находил бы в мире просто все, что он хочет, насколько нам было бы трудно. Разве мы могли бы с такой легкостью прийти, объединиться, думать об объединении, отдаче, если каждый вдруг раскрыл бы желание к разным вещам, к разным наполнениям и мог бы достичь этого. У нас очень особое время, когда весь мир находится в отчаянии, в деградации, в беспомощном состоянии, в тупике, а мы чувствуем, что у нас есть в руках сила, у нас есть в руках посох, и с ним мы можем прийти к цели. Это большое милосердие. И на самом деле мы должны будем за это потом заплатить. За каждую деталь, которую творится нам устраивает в пути, пока что как какая-то скидка, одолжение. Это согласно правилам обратитесь ко мне, и я стребую с вас. согласно условию, как мы учили в статье мир про лавочника, что я могу войти в лавку, я могу все взять, но все записывается. Я знаю, что все это записывается, и потом я должен буду заплатить. Но пока что я могу брать на свой счет. Нам надо будет потом заплатить на то, что мир находится в отчаянии, и вся моя жизнь в отчаянии, и я сам не гоняюсь за всем этим балаганом, чтобы искать там жизнь. Этот Творец меня специально делает такие хорошие условия. Просто приводит меня в группу, дает все делаю, и так, и так. За это мы должны будем вернуть, но потом. Пока что будем пользоваться этим. Главное это дойти до первой точки объединения. Мы продолжаем читать письмо, и это называется словом Труа, трубление в рог. И говорит нам поэт Труби, то есть ты вызываешь большую боль, подобной которой нету, потому что тогда, когда человек сожалеет, что говорит Шхина? То есть если человек не хочет продвигаться и чувствует страдание в пути, не то, что во время падения, отчаяния, во время подъема он тоже чувствует, что он находится все-таки в радости, он все время чувствует посох в руке. посох в руке, то есть именно во время падения, в подъемах это нормально, но в падениях он чувствует, падение идет для того, чтобы я поднялся над ним, эта помощь еще большая, чем подъем, потому что здесь, если я преодолеваю падение, отчаяние, путаницу, холод в сердце, что я не хочу объединяться, вообще не хочу, мне надоело, я устал, он чувствует, что это возможность чуть-чуть продвинуть себя, заработать усилия. Потому что в тот час, когда человек сожалеет, что говорит Шхена? Если он сожалеет о пути, если не хочет продвигаться отчаивается, уходит то место, где должен раскрыться Творец, опускается, группа вся опускается. И тогда это ведет к общему падению. Каждый должен понимать, у него нет расчета с самим собой. В духовном мы выступаем как одно клей. Расчет нас Творец всех приводит в группу, мировую группу, со всеми товарищами, которые сейчас находятся повсюду в мире. Это еще тысячи и женщины с нами вместе. здесь расчет. Каждый ответственен, потому что в духовном нет немного. Один или все имеют ту же самую важность. Поэтому каждый должен понимать, что в тот момент, когда он отчаивается, падает, не исправляет этим себя, больше секунды находится в этом состоянии. Секунду дает Творец, а после секунды человек должен сам пробудиться и начать укрепляться. А если нет, то он вызывает ушхены, то есть у всей группы падения. Говорит, почему ты это делаешь? Для того, чтобы спасти каждого. То есть праведность праведника не поможет ему в день его греха. Неважно насколько человек большой и сильный в тот момент, когда к нему приходят помехи, он становится как начинающий, как будто никогда не был в учебе, в работе, в объединении с группой. Наступают помехи, как в первый день, когда он пришел. Точно так же. Через 10-20 лет, когда он находится в работе Творца, уже он продвигается по лестнице. Раби Шимон что говорит нам, когда он пришел к последней ступени, к Мартикуну, перед Мартикуну, до последней ступени, что он чувствует себя как Шимон с рынка. То есть как будто он не начинал, как будто нет ничего. Те же самые вопросы. Это просто интересно, потому что человек падает со всех ступеней вниз. И нет у него тогда вопросов, почему система так нет у него всех этих вещей. Падает на уровень, когда он спрашивает, зачем мне работать, я не могу. Все стирается. В падении все стирается. И как будто он не начинал. Насколько он прилагал усилий, насколько он заработал, от него это скрывается. у него нет ничего. Кто ты? Как будто тебя никто не знает. И так человек ощущает себя, как будто его не знают, как будто он не знает ничего. да. И знающий скрытый раскрыто то, что находится в сердце и что сердце это близко к Творцу. То есть согласно системе нам надо понимать, мы доходим до какого-то уровня и тогда свет действует на нас. Снова доходим до 10 новых сферот, но пока мы не доходим до них. Снова действует свет. Нет чуть-чуть. Не может быть, чтобы действовало меньше, чем с 10 сферот. Потому что нет всего клетки, которые до Малхут. Не на чем раскрыться. То, что Малхут раскрывается последнее желание получать, которое получило все 9 сферот внутрь себя, и оно теперь на отдачу. сферот и все еще может быть разрыв, не дай Бог. Если человек не раскрывает последнего усилия, не может произойти у него раскрытие. и поэтому Творец увеличивает свою заботу, то есть начало совокуплений. Если человек слышит голос Творца, как сказано, Творец тень твоя, получается, что он не падает и не опускается из-за боли этих отбрасываний, потому что он видит, что и Спитая Шхена страдает в той же мере. в мере увеличения заботы и беспокойства. Он начинает отрадисовлять себя с группой, начинает принимать на себя ответственность, что он вызывает в группе, то есть все зависят от него. И это вызывает у него чувство ответственности и необходимости, потребности в работе. и получается, что раз за разом он увеличивает свое стремление, пока он не восполняет точку в сердце своем до полного и страстного желания и сильной связи, которая будет навсегда. если группа действует на него в общем духе, это поручительство между нами. И он тоже все-таки делает для себя разные подпорки, учебу, распространение, обучает, что-то делает, то есть старается привести себя к связи как можно больше тесной с той атмосферой, которая продвигает его, чтобы она напоминала ему, каждый раз вытаскивала его, тогда он продвигается быстрее. Ты думал, в падении находится небольшое время, только секунду, не более того. как сказал Рашби в Идра, я к своему возлюбленному и к нему моя страсть. Тогда он раскрывает, что именно в таком виде, как он стремится к Творцу, творец стремится к нему, он не может раскрыть ничего другого, что он раскрывается в кле человека. Все те дни, когда я пребывал в этом мире, я был связан единой связью с Творцом. Поэтому сказано я и во мне твоя страсть, пока не засвидетельствует о нем знающее скрытое, что не вернется он к своей глупости. И поэтому он удостаивается связи, вечной связи Гэй и Ивав, то есть окончание совокупления и возврата короны Кетера, которая называется глубоким трублением. Тогда раскрывается Творец, клавиши в общем клей группы. И все это благодаря особым средствам, которые позволяют выкорчивать все зло и не вернуться к своей глупости. то есть это человек так удостаивается, это приходит после разных слабостей, путаницы, помех, так мы продвигаемся. Нам надо только ускорять время. Каждый в таком виде, что тик-так, 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 он должен быть чувствителен к разным изменениям, которые чуть-чуть выбрасывают его, он начинает возвращаться, выбрасывают, но возвращается. И эта работа требует большого терпения, постоянства, поддержки извне, распорядка дня внутренней дисциплины человека. Но мы в общем ускоряем время. Тот, кто уходит с пути, конечно, не может потом прийти через 10 лет и сказать «Ну как дела? Где то, что мне полагается?» Ясно. А только лишь если он вкладывает в себя, у каждого есть своя мера, которую он должен наполнить, и когда он заканчивает ее, он приходит к раскрытию. и тогда он удостаивается полного сознания и непрекращающегося зевуга, и все те трудности, которые приходят к нему из-за множественной множественности времени, об этом сказано в то время, то есть известно знающему скрытое, что времена вызвали в нем то самое средство, которое будет охранять его праведность вечно. То есть в общем все, что прошло с ним, это произошло с ним для того, чтобы построить клей. На самом деле так это во всем мире, с каждым. Только тот, кто хочет ускорить продвижение, тот, кто хочет продвигаться с пониманием, с осознанием, с тем, что он понимает, что происходит, чувствует, что происходит, находится с высшей силой в взаимных отношениях, в совместной работе, идет с открытыми глазами, а не просто как-то как поток несет его. Он продвигается быстро, за один круг оборот, приходит ко входу в духовную и тогда остается, продолжает продвигаться, как тот так не делает, нужно снова нашу работу начинать в нашем мире, но снова он не возвращается к прошлому состоянию, как он закончил в предыдущем круг обороте, он возвращается в круг оборот, но уже в другое время, при других условиях. Это называется, что он продолжает продвигаться, но продолжает продвигаться в этом мире, только при других условиях. Тогда как тот, кто приходит к духовному раскрытию, продолжает уже духовное раскрытие и за дня в день поднимается по ступеням, не облачаясь даже, или если нужно, облачается, но это ему не важно, потому что он уже знает, где находится, мир, который находится перед ним, это духовный мир. Итак, мы и прошли это письмо. пишет здесь рабаш вход в ибур, начало входа в работу на творца это свойство ибура, то есть он отменяет собственное свойство и входит в ибур во чрево матери, то есть отменяет любовь к себе, которая называется малхот, свойство которой изначальное свойство, которое называется желание получать ради получения, так малхот его называется, неисправленное, противоположное, святой настоящий малхот, и он входит тогда, если он отменяет это, в отдающий килим, которое называется свойство бины, тоже малхот, но так называется. Мы всегда находимся только в Малхот, но это Малхот, который поднимается на уровень Бины. Еще пишет Рабаш. Этот человек просто предвидел наше время, писал для нас, для этого места. Это совершенная молитва. И когда принял человек решение в своем сердце о полной отмене, он просит у Творца, чтобы он помог ему, чтобы выразил это из потенциала в действии. То есть, несмотря на то, что сила действия, сила мысли и желания, человек не видит, чтобы тело было согласным на это, чтобы отменить все свои желания перед Творцом, а не ради себя. Тогда он должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он захотел отменить перед ним все свои желания. И не осталось бы для себя никакого желания. Это называется совершенная молитва. То есть, чтобы желание, которое... Желание его, чтобы Творец дал ему совершенное желание без всяких компромиссов ради себя. И он просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он был всегда со своей праведностью. Не понял. Чтобы всегда был со своей праведностью. То есть, просят слияния, отмены и слияния. Если мы так делаем вместе в группе, у нас есть сила для этого. У меня нет никакого сомнения. На этот раз я вижу, что тут сидят просто люди, которые все понимают, все сконцентрированы, все соединены, все так находятся в давлении, в прессинге. Будем продолжать. И, главным образом, я снова напоминаю и прошу выяснения у каждого, что такое отмена перед группой. Придем к вопросам. Да? Где микрофоны? Ага, здесь, наверху. Рядом с центральной камерой. Пожалуйста, Эли. Это как бы последняя инстанция для всех из нас, которые приехали отовсюду. У меня сейчас есть вопрос, скажи мне, пожалуйста. Есть закон «Связи святов и келим». Этот закон говорит, что между светом и кли должно быть желание, эгоистическое, которое отдаляет свет от кли, и желание внутри кли, отдача, которая приобретает кли, для того, чтобы соединить их. И тогда раскрывается свет внутри кли, то есть должен быть авиют, на авиют сокращение и экран, отраженный свет, и тогда прямой свет облачается внутрь отраженного света и авиют. Это то, что мы учим. Закон дан, и он неприхотящий, от начала творения и до его конца. Я не против, чтобы вы сейчас сели и написали письмо Творцу, как женщины написали письмо вам. Что мы требуем того-то и того-то? Отмени законы творения, иначе мы не согласны с тобой, мы будем тобой пренебрегать, ты иди направо, мы пойдем налево. Пожалуйста. Вы можете это сделать? Но хорошо, что ты говоришь, что мы пришли получить то, что нам положено. Если положено, то наверняка ваше требование справедливо расположено. Но вопрос, положено ли? Чем ты платишь за получение? Вопрос такой, за отчаяние есть хорошее требование, но есть постоянное подслощение, где нет душу этого отчаяния и этого требования? Как в этом подслощении не теряется хорошее требование? Как в этом подслощении не теряется хорошее требование? Это неверно. Если я стремлюсь, страстно желаю, хочу, и вдруг эта страсть как бы размывается, подслащается, становится такой сладенькой, хорошей. Это признак того, что я прекратил ее использовать. И теперь приходит ко мне следующее состояние. Не надо отчаиваться от того, что мы чувствуем, приходить отчаяние от того, что мы чувствуем. Потому что есть серия состояний, которые мы проходим. Я никогда не должен сердиться на данное состояние. Скажем, я остановил себя стопером. Что я сейчас чувствую? Это ощущение исходит свыше от Творца. Это ощущение на благо. Это ощущение, обязывает меня правильно среагировать. И теперь я должен подумать, как я реагирую. Я отреагировал. не для себя, ради объединения группы, для того, чтобы ее обвинить, чтобы раскрыть там Творца, исправить кли, то есть исправить и наполнить светом, чем мы доставляем ему удовольствие. Я выстроил все эти вещи в разуме, в чувствах. Я пытался, насколько это возможно, реализовать их, прилепиться к группе, найти в группе Творца. и я пытался вызвать все это. Я закончил это действие, и оно стало как бы для меня сладким. Ну и что? Это не значит, что это нехорошо. Это признак того, что я проделал действие, верное действие, и через минуту я получу еще что-нибудь. Не надо от этого отчаиваться. Главное, это принимать все состояния, как исходящее от Творца. Я первый, сказано. Нам необходимо только позаботиться о правильной реакции. Это как я играю с маленьким ребенком. Я все время действую на него, придумываю ему всякие вещи, он даже не знает, каким образом. И я жду от него правильную реакцию. Ошибается, ладно. Но он пытался, он прилагал силы, он настолько хотел, но у него не получилось. Я немножечко помогаю ему. Непрямым образом. А таким, косвенным, немножко так. Пока он все-таки не раскроется. Он делает правильное действие. Я, когда сегодня смотрю на вас, я вижу, что действительно что-то произошло. Для меня это чудо. Первый раз в истории сидят тысячи всему миру, а за ним еще и женщины. И все обсуждают, каким образом осветить Творца. Как прийти к связи с Ним. И в форме, когда мы говорим о самоотмене. я даже не знаю, как выразить это. Вы не чувствуете, что даже самую маленькую мысль, которую человек может произвести, насколько она уже выше всего этого мира. Всех миллиардов лет его развития. у нас нет возможности оценить. То, что вы находитесь в этом требовании, это верно. Но требование относительно духовного закона. Это закон природы. Если мы приводим себя к его раскрытию, оно раскрывается. Если нет, то нет. И условия необходимо установить каждому. И не только по отношению к Творцу. Это закон. Настоящий закон. Сколько мы уже говорили об этом. Закон между святами и Келим. Это не какое-то желание, что вот он хочет так или хочет иначе. Нет вообще такого. Это как он пишет. Предисловие к ноге Каббала. Это порядок, нисхождение, спуска сверху вниз в соответствии с постоянными и определенными законами. И абсолютными законами. И все это нисходит к нам, чтобы мы реализовали это. И все это предназначено для раскрытия Творца, творения в этом мире. Но по абсолютным и постоянным законам. Поэтому наша реакция, что мы требуем от тебя, это нормально. Но если нет, то мы... Это уже не в соответствии с законом. Ты не можешь так делать по отношению к закону. Это как прыгнуть с десятого этажа. Но... Ты требуешь, чтобы сейчас сила притяжения не подействовала на тебя. Ну как? Нет чудес. Только работа. Но... Можно действовать косвенно. То есть... Я это беру сейчас, использую, а возвращаю потом. И это происходит с нами, когда мы находимся в группе, в распространении. мир вокруг нас находится в отчаянии. Мы получаем различные возможности что-то сделать. Мы все-таки нашли время и сумели собраться здесь со всего мира. И до этого я смотрел... Пять дней назад я смотрел на женщин, на их конгресс. 2500 женщин из всех стран, из Австралии, из Южной Америки, отовсюду. Необходимо только благодарить Творца, что он все это делает, что он дает нам такой кредит. Пожалуйста. Спрашивали. Творца, чтобы он нам помог базать. Пожалуйста. Пожалуйста. Вопрос. Вопрос. Но я понял, что... Я даже не то, что не могу с ним разговаривать, я не думаю, нет даже первого слова. Как ты уменьшил. Но это я не знаю, я не думаю, что это так. Он творец, породил нас, обустроил нас, управляет нами, все делает. Он один. Некому обратиться, кроме как к нему. Сотворил меня. Дал мне разум и чувства. Дал мне знание, что он управляет всем и мной. Дал мне знание, что я могу обратиться к нему. Если он все обустраивает и дал мне разум обратиться к нему, ну так давайте обратимся. Ты можешь что-то сказать о своей жизни, пожалуйста, потому что это он устроил тебя. Скажи ему. Скажите, пожалуйста, в чем разница между желанием и намерением? Во мне есть желание, которое называется желанием. Малхут — Мира Бесконечности. Одно желание, очень большое. Это желание раскрывается во мне в какой-то очень маленькой-маленькой-маленькой мере. И то, что я чувствую себя существующим внутри этого желания, все процессы, которые происходят в этом желании, я это называю словом «я» и говорю, что это мой мир. Желание во мне делится на неживое растительное животное и человеческое. На неживом уровне я чувствую всю Вселенную. В растительном, что во мне, я чувствую землю, растения на ней. На животном уровне я чувствую всех животных. А на уровне человеческого чувства людей — это мое желание. Маленькая, маленькая часть, самая маленькая часть бесконечного желания. Нет более малой части. Если на это желание я делаю сокращение, то есть я бы вообще не хотел использовать это желание. Мне нечего делать с этим миром, мне не зачем в нем жить, нет в нем ничего особенного. Я не хочу его. Но я готов использовать его в форме, помогающей мне подняться над ним. тогда то, что происходит, это то, что я начинаю получать большее желание. Большее желание. Что значит большее? Всякие различные новые оттенки ощущений. То, что у нас называется духовным. Узнать, что находится за этим, какова сила, которая действует в этом мире, что она хочет от этого мира и от меня. Я начинаю думать об этом. Откуда это исходит? Из того, что раскрывается желание, чуть большее. Было маленькое желание, в котором я жил, и чувствовал внутри желание. Неживое растительное животное и человеческое. И на животном уровне этого желания я чувствовал этот мир. Теперь в том же самом желании раскрылся еще один слой желаний. Тор, геометрическая фигура, как бублик. Тор. Ну, короче, еще больше круг. И тогда я внутри этого желания чувствую, что вокруг этого мира есть какие-то силы, которые воздействуют на судьбу этого мира. на всех, кто находится в нем и на меня. И приводит этот мир к различным состояниям. Ученые вдруг раскрывают, что мы находимся в очень странном мире, не таком, как раньше. В нем больше измерений, больше действующих сил, что-то странное, есть различные отношения и так далее. Это проявляется внутри желания. И внутри этого желания я начинаю думать. мир не только наш. Может быть, еще миры существуют. Может быть, в различных формах они существуют и так далее. Мы видим, что написано в различных источниках. Есть различные фантазии об этом. То есть мы всегда находимся внутри желания. И это желание все время, все больше и больше раскрывается. Как большее. И чем больше оно раскрывается, даже самое маленькое желание, в котором мы находимся, оно уменьшается. Оно начинает опустошать себя. начинает терять свою исключительность, свои качества. И так мы продвигаемся. Но в то же время в нас, у нас есть средства раскрыть более высокий слой, воздействующую силу. А все остальные люди думают только о том, что приводится в действие. Кто-то нами управляет, но это нас не интересует. Главное, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Главное – хорошее самочувствие. Нам нет. Нам важно не хорошо себя чувствовать, а нам важнее чувствовать, кто воздействует на нас, познакомиться с ним. Да. Как я могу использовать разум и сердце для того, чтобы вырастить свое желание? Имани. Если я правильно использую то, что мне дано, у меня увеличивается и желание, и чувство. И разум и чувство. Но я должен испортить правильно то, что мне дают. И так я раскрываю все больше и больше. Нету нового пути. Мы вместе с тем, что слушаем вопросы и ответы, мы не оставляем намерения. И все наши товарищи по всему миру. Пожалуйста. Пожалуйста. Правильно ли это для нас, что мы в том состоянии, в котором находимся, периодически снова приходить к этим моментам, потому что в виртуальной группе иногда слишком холодно. Вернуться к состоянию, когда ты просматриваешь снова и снова из архива, скажем, конгрессы, предыдущие конгрессы. В какой форме? Да. Может быть, и зеркальный конгресс, но я не знаю, но наш конгресс наверняка стоит. Допустим, они делают зеркальный конгресс через несколько месяцев в это время смотреть, если у них есть свободное время, смотреть этот конгресс. Да. Разумеется. Потому что здесь масса большая, включается большее количество людей, и поэтому то, что мы достигаем, я надеюсь, что мы достигнем большее, то, что мы хотим на этом конгрессе. Но, разумеется, то, насколько я слышу, мы никогда не были на таком уровне объединения, слияния, единства правильного требования. Нам стоит еще раз переслушать, еще раз, еще раз. Пожалуйста. Дорогой Раф, мой друг задал мой вопрос почти в точности. Но я вижу, что когда я смотрю виртуально уроки, я могу видеть их, вижу как они смотрят, если у них нет группы, они сами по себе. Как мы можем получить те желания, которые они ощущают? Мы все время помним об этом и все время думаем о том, что мы вместе. И у меня есть четкое ощущение, что они находятся вместе с нами. Это с одной стороны. А с другой, они должны находиться в желании соединиться с нами. Если желания с нашей стороны и с их стороны соединяются, нет никакой причины, что они получат меньше, чем то, что мы получаем здесь. В особенности, если они не в состоянии приехать на Конгресс. Если в состоянии, то Творец позаботился о том, чтобы предоставить им возможности, но они пренебрегли. Если они очень хотели и не смогли, то есть Творец не дал им возможности приехать сюда, то они не получат нехватки не в том, что происходит здесь, и получат все. Когда был женский конгресс, я был у себя в городе, в Сочи. У нас там собралось около 20 женщин. Когда я был в Сочи, я был в Сочи, и у меня были 20 женщин в Сочи, и у меня были 20 женщин в Сочи. И с состоянием, которое я попал, она похожа, когда стоишь перед роддомом, и ждешь, когда твоя жена родит. Мальчик, девочка. Они селкнули меня на хедер, и я чувствую, что я чувствую, что ты сидишь перед роддомом, и ждешь, когда твоя жена родит. Что я чувствую здесь, я чувствую мощь, я чувствую ручность. Но как бы это более сглажно. Но я думаю, что это более... Как... Не смысл... К сожалению, более... Более не хад. Халак, да. Гол опыта. Хасер какая-то христость, амб... Может быть, не стоит вообще это замечать? У женщин желание большее, чем у мужчин, и желание постоянное. И желание намного меньше, чем у нас, подвержено изменениям. Оно более последовательно. Оно соответствует природе женщины. Она не меняет с минуты на минуту свои желания в мире, как мужчина, который мечется постоянно. Посмотрите поведение мальчиков и девочек. Девочки более последовательны. Конечно, бывают разные. Завидовать можно кому угодно. Но нам необходимо смотреть на то, что есть у нас. И понимать, что если он сотворил нас в таком виде, с такими свойствами, то именно с ними мы должны справляться. Я не завидую женщинам. Я должен знать, что я делаю, для того, чтобы прийти к моему исправлению. Что мне будет с этого. Если я завидую, то я знаю, чему. Если мы соединимся, то внутри нашего объединения мы раскроем все свойства, и мужские, и женские, все вместе. Все зависит от объединения. Не будет нехватки ни в чем. Я должен прийти к уровню Адам, к своему корню. И я не ставлю себя ни на чье место. Я не хочу, чтобы никто не пришел на мое место. Я хочу реализовать сам себя. Но я не ощущаю сейчас того трепета, который я ощущал тогда. Я в следующий раз приглашу тебя на женский конгресс. Сядь там сбоку, поплачь, и все будет хорошо. Я тебя приглашаю. Я еще раз говорю. Это верно, то, что ты говоришь. Потому что большая масса женщин может так повлиять на мужчину. Мы построены таким образом, что впечатляемся от женщин. Мы построены. Мы приспособлены для этого. Смотри дома, насколько женщина способна своего мужчину выжить, как тряпку. Если только она хочет. Это со стороны природы. Потому что Малхут с самого начала устроен так, что она требует Адзирантин. Адзирантин должен дать то, что она требует. Разумеется, это следствие духовного корня. Будет хорошо. Только противоположным образом. Если у меня есть мысли, чтобы проявилась любовь к товарищам, значит он мне посылает эти мысли. Чего же не хватает? Не хватает ощутить. Что он здесь. Что он здесь. Среди нас. Блин. Саправ. Ассав от нас. Любит нас. Охажаем от нас. Очутим давайте. Разумеется, творец скрыт между нами, но он есть. Мы находимся в мире бесконечности. Только мы должны его почувствовать, раскрыть. Только в этом проблема. Доктор Ильизаров, пожалуйста. Раб, у меня такой вопрос, я очень хочу вопрос Артуре с другого угла подать. У нас буквально четыре дня тому назад был женский конгресс. Где они превратились в одну пра-матерь. Сейчас у нас мужской конгресс, я надеюсь, мы сможем превратиться в одного пра-отца. Возможно ли сделать так, чтобы вот последоваться такая женский конгресс, через два-три дня мужской, а потом мы все вместе? Такое подведение итогов и качества, чтобы оно могло действительно взорвать, в хорошем смысле слова. Я не знаю. Я не знаю. Я не думал о женском конгрессе. Но вдруг почувствовал, что он должен произойти. И я следую тому, что раскрывается во мне. После того, как проверяю. Не просто ли такая мысль мелькнула? А, сделай это. Но через пару дней мы вообще забыли о том, что мы говорили и что там так горело нам. Бывают такие вещи. Но здесь, то, что относится к внутренней части группы, это выясняется из раскрытия Келим. И так я почувствовал, что это должно быть. Без этого не будет давления на нас со стороны женщин. Это то, что прежде всего необходимо. Еще больше, чем наш конгресс ворове, нужен был женский конгресс. И поэтому я начал об этом говорить. Сделать совместный конгресс. Но пока что я не знаю. Я не чувствую, что это необходимо. Я не чувствую, что мы знаем, что с этим делать. В какой форме организовать его. Чтобы наверняка то, что мы организуем, чтобы это было правильным, верным. Необходимо подумать. Посмотрим. Пока что я не знаю. Ты прав, что должен быть совместный конгресс в какой-то форме. Но как? Я думаю, что такой совместный конгресс, это будет стояние у горы Синай. Когда мы стоим вокруг горы, вокруг всех этих выяснений, проблем, тяжелых, путаницы и всего. Но мы вместе с тем должны прийти к поручительству, к объединению, во что бы то ни стало. Это является конгрессом, собранием всех. Ну, будем надеяться, что так это и произойдет. Сегодня утром я почувствовал такое отягощение. И почувствовал сильное, очень сильное желание в очень тяжелой форме. Утром у меня шли слезы, текли слезы. Ну, слезы иного вида. Это были слезы радости. И я хочу спросить. Это мой первый вопрос. Что это за такие разные слезы, разные виды слез, которыми я плакал вчера и которыми я плакал сегодня? Вчера у меня было отягощение, а сегодня у меня была радость. Есть слезы радости, есть слезы отчаяния. Когда человек жалеет там себя, то он плачет. Когда человек рад, и тут тоже есть слезы. Слезы – это то, что не в состоянии вместить в себя келим, этот избыток. И поэтому этот избыток может быть как со стороны келим, так и со стороны келим. То есть есть какое-то неравновесие между ними. Что я могу сказать тебе? Хорошо? Слезы – это хорошо. Врата слез. Есть столько горя в человеке. Есть такие избытки, которые становятся вратами для входа в духовное. еще немножко. Может быть, ты и вечером поплачешь, и завтра утром. И может быть, этого будет достаточно? Второй вопрос. Мы сейчас вышли в пустыню. Мы, все мужчины, шли вместе. Мы шли в пустыню. И у меня было ощущение клеточки в общем теле. Каждый автоматически делал то, что все тело хотелось, чтобы он сделал. Что это за такое действие? Какое-то такое особое действие? Это вид такого объединения, объединение, объединение, объединение. Что только в таком действии? Только в ежедневном объединении. Как можно прийти к такому? Это не важно. В этом действии, когда мы вышли там несколько метров за ворота, вернулись обратно, и там постояли, и спили несколько песен. Я не пренебрегаю этим действием, но главное действие в сердцах. Оно должно сопровождаться физическим действием. Хорошо, это тоже надо, а если это не надо, то не надо. Каббалицы не говорят о физических действиях никогда. Для них это не имеет значения. Они говорят только об усилии в сердце, только о духовном усилии. Мы маленькие, нам надо выполнять физические действия. все что-то пробуждает. Музыка, как это называется, трапезы вместе, еще разные вещи. Все. Но в конечном счете, мы хотим через эти материальные действия пробудить сердцем. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, каббалисты, когда-то сидели в одном месте, никуда не выходя, даже в пещере, делали такие огромные действия. Мы можем бегать по всему миру, и по сравнению с ними мы ничего не делаем. все зависит от намерения. Что, друзья, еще раз, сократить время называется почувствовать, оценить, ценить каждую секунду как нечто с помощью чего я зарабатываю вечность каждую наступающую секунду. Так нам надо думать. Я не знаю, как мы завершим конгресс. Как мы сейчас говорили, это зависит от отношения святов и келим. Но мы доходим до таких усилий, до таких уже выяснений, до такой синхронизации между нами, до такой связи, взаимопонимания, ответственности, которые есть на этом конгрессе, чего не было никогда. Это действительно мы поднялись на новый уровень и находимся в прекрасном состоянии. давайте не пропустим, не упустим что-нибудь дальше. Мы можем, мы способны. Сколько будет отчаяния, помеха, отключения, надо понимать только, чтобы все это, чтобы мы еще больше добавили и закончили эту ступень. Ясно? Мы выходим. Снаружи вы можете говорить, смеяться, внутри, концентрация. Ясно? Приятного аппетита. Песня! АППОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok